Всем халлор, ребята, пацаны, пчата, с вами я, Камбэк. Да, мне разбанили канал. Кто не знает, мой канал чуть не снесли разработчики недавно, но мы смогли с ними разобраться. Поэтому сегодня врываюсь к вам с новостями про обновление. Сегодня в ролике мы поговорим про сливы летнего ивента, поговорим про реворк Сэнстоуна и еще разоберем слова разработчиков про данное обновление. Ролик получился очень даже интересным, поэтому обязательно влепи лайк и не забудь подписаться. Давайте быстрее добьем 300 тысяч шагов. Там вроде осталось не так много, и в этом можете помочь только вы. Поэтому сделай эту красную кнопку подписаться серой. Также мой телеграм-канал, туда тоже обязательно переходи. Там я самым первым публикую новости и сливы про обновления. Поэтому быстрее переходи, чтобы ничего не пропускать. А я долго затягивать не буду. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Погнали. Итак, ребята, давайте перед началом ролика пооткрываем кейсы на сайте SteadyOne. Сайт открылся в принципе недавно, поэтому давайте попробуем отсюда выбить что-нибудь крутое. Тут есть, как мы видим, новые кейсы, рожденные в огне. И поэтому давайте попробуем открыть несколько штук вот этих вот кейсов. Диггл венатор далее. Ну, в принципе, неплохо. Тут, кстати, у нас еще есть контракты, в конце мы все это запихнем туда. Поэтому вот такие вот дела. Тут есть Marvel коллекция, как мы видим. Давайте попробуем открыть несколько штук вот этих вот веномов. И что нам отсюда выпадает? Смотрим, в принципе. Граффити. Я подумал, что у меня сейчас кукли выпадет. Ладно, 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 окей. Смотрите, тут у нас есть еще бонусы какие-то. Бонусы, бонусы, бонусы. Так, у нас тут кэшбэк 5 рублей. Автоматическое начисление. Окей, персональный бонус. Вводим промокод COMBACK, который даст вам бесплатный AVM KINGS. Например, стикерс. Что думаете, пацаны? Может, повезет отсюда? О, давай, маме, 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 блин. Пролетает, и нам выпадает флейк. Так, тут всего лишь 5 предметов можно закинуть, что очень, как по мне, мало. Нажимаем на контракт. Нам выпал M4 REVIEWAL, кстати. 300 рублей. Давайте попробуем вывести и посмотрим, в принципе, вводит ли данный сайт. Выставляем этот ТАК-9. Нажимаем вывести и, в принципе, подали заявку на уход. И теперь мы просто ждем. Итак, ребята, я уже записываю на следующий день, и мы снова на сайте. Давайте посмотрим, вывели ли нам нашу голду, которую я выводил вчера. Давайте зайдем в игру и, в принципе, проверим, так ли это на самом деле. Смотрим наш балек, и, как мы видим, да, да, все выведено. Давайте зайдем в историю продаж, и, как мы видим, вот, SteadyOne купил нас. И, в принципе, на данный сайт выводит. Поэтому на данный сайт я оставлю ссылку в комментариях. Итак, ребята, начнем сразу же со сливов обновлений. И сразу же, походу, разберем, фейк это или же нет. Как мы знаем, существует такая киберспортивная команда, как WinStrike. Сейчас вроде какие-то мажоры и турниры проходят под стендов 2. Поэтому вы их 100% должны знать, если вы следите за киберспортом. Недавно в сообществе ВК у данной киберспортивной команды опубликовали пост с якобы сливами из 6 сезона. Давайте сначала ознакомимся со сливом, а потом уже разберем, что к чему. В данном посте говорится, что в первую очередь в данном апдейте все-таки будет обновлена карта Sandstone. И также улучшит графон, говорится в этом посте, что уже маловероятно. Дальше даже говорится тематика нового сезона. По словам WinStrike, это Испания. Также в этом обновлении выйдет новый нож на Ваха. Это если что нож из CSGO, который самый дешевый из всех. Это как Скорпион в стендове, только он называется на Ваха. Теперь давайте переходить к основной части, а именно к разбору данного поста. Во-первых, хочу отметить, что в посте говорится, что эту информацию им сообщили какие-то инсайдеры. Кто эти инсайдеры? Откуда они это вообще взяли? Непонятно. Плюс еще это все ничем не подкреплено. Никаких пруфов, никаких доказательств пока что нет. И если это только ради хайпа, то мне кажется, данная киберспортивная арка тупо портит тебе репутацию. Позже увидим, солгали они или же нет. Кстати, насчет реворка Сэнстоуна это возможно, так как его реворки ждут почти все комьюнити игры. И разработчики думают, будут угождать игрокам, но по поводу этого пока так же не точно. Этому якобы сливу большое внимание обращать не стоит, так как это ничем не подкреплено. А мы идем дальше. Еще один слив, который сделал шумиху, это якобы мини-карта нового измененного Сэнстоуна. Мини-карта выглядит примерно так, и тут мне оспаривать нечего. Union News уже сделали все за меня. Среди новостных групп начала распространяться якобы мини-карта, переделанная карта Сэнстоун. Но мы нашли доказательства того, что это фейк. Картинка является обычным концептом. Автор концепта Калазек. Его вутермарка присутствует на оригинальном изображении. Надеюсь, по поводу данного недослива вопросов больше нет. Поэтому давайте теперь переходить к более достоверным информациям по поводу обновлений. Недавно разработчики выпустили Шуарс ролик, в котором нам рассказали много интересного информации по поводу нового летнего ивента. Давайте смотреть. Безусловно, во внутреннем графике Axelbolt дата уже стоит. Но, как часто бывает, сроки могут двигаться из различных факторов. Тестеры нашли критичные баги в главных вещах обновления, или тесты прошли хорошо. Но мы нашли способ улучшить функционал нового контента. В летнем ивенте будет несколько очень смелых решений, которые точно никто не ожидает. А тематика летнего ивента, ох, я уверен, она вызовет одновременно шок и теплое чувство ностальгии у наших игроков. Примерно так. Теперь давайте разбирать, что к чему. Первое, что говорится в этом шорте, это то, что точная дата выхода обновления уже стоит. Но из-за различных проблем с самим обновлением в виде багов и ошибок эта дата может изменяться. Дальше разработчики нам намекают, что будет нового в летнем ивенте. По его словам, это очень смелое решение, которых никто не ожидает. И насчет тематики этого ивента должна вызвать у нас чувство ностальгии и шок. Не знаю, что там на этот раз придумали разработчики, даже гадать не стану. На канале у разработчиков вышел еще один шорт, связанный с обновлением. Давайте его тоже сразу разберем. Мы все знаем эту фразу, но она не больше, чем миф. На самом деле, у нас нет четкой привязки к сезону. Каждый раз при планировании следующего обновления мы обсуждаем, какое оружие добавить, какие скины будут в пассе. Делаем ли мы новый кейс? Здесь нет четких правил. Но мы стараемся не повторяться и выпускать разнообразные пушки и скины в каждом из обновлений. С помощью этого шорта можно опровергнуть слив от Винстрайка. Организация Винстрайк утверждала, что в новом сезоне появится новый нож Наваха. Но при этом в шорте говорится, что фраза «новый сезон» равно «новый нож» это просто миф. И каждое обновление всегда будет отличаться от предыдущей. Насчет выхода кейсов, новых скинов и новых ножей у разработчиков нет четких правил. И они стараются сделать каждое обновление особенным и не повторяться. Поэтому насчет выхода нового ножа Наваха сразу же можно опровергнуть. А мы идем дальше. Также очень интересный слив. Тестеры замечены на версии 0.24.0. И это значит, что билд нового обновления уже есть. И данное обновление уже тестируется. Но ПК-тесты на какой стадии находятся пока неизвестно. Также при этом тестеры были обнаружены в двух новых режимах. Первый из них называется «Carnage», что в переводе значит «Резня» или «Бонни». А второй режим «Team Carnage», что значит «Командная резня». Пока без понятия с чем это может быть связано. И уж тем более очень сложно сказать какая тематика данного обновления. Но как я помню интервью Вели с разработчиками, они говорили, что тематика данного ивента спрятана в трейлере обновления 0.23.0. В трейлере, кроме того самого космоса, я больше ничего не нашел. Поэтому опять же сложно что-то сказать. Но по всей видимости новый ивент возможно будет связан с космосом. Теперь давайте перейдем к другим новостям, не связанным с обновлением. Помните ту ситуацию с нави-трейнером и разработчиками. Тогда нам разработчики обещали добавить код автора. Чтобы ютуберы могли что-то хоть зарабатывать от того, чем они занимаются. И походу это свершилось. Недавно появился сайт creatorstandoff2.com. Но связано ли это с кодом автора пока точно не говорится. Но я уверен, что это все-таки что-то связано с кодом автора. Кто не в курсе, давайте объясню, что это. Код автора это типа такой промокод, при помощи которого можно донатить в игру. И процент с вашего доната падает тому, кому принадлежит этот код. То есть с помощью этого ютуберы могут начать зарабатывать еще больше. Поэтому, как говорится, поживем, увидим. Еще одна новость, которая многих порадует. Бывало ли у вас такое, что вы просто играете в ММ, набиваете киллы и выигрываете раунды. И никому не мешаете, но почему-то в середине игры вас просто кикают. Теперь эти проблемы позади им. Разработчики решили изменить функционал кика. И теперь, чтобы кикнуть кого-то, нужно согласить сразу же всех игроков, кроме вас. Что очень круто, как по мне. Потому что кики в данное время в соревновательном режиме бывают очень часто. Поэтому, пацаны, радуемся. На этом информация заканчивается. Насчет тематики нового обновления пока никому не известно. Но мне кажется, что обновление будет связано с космосом. Так как в трейлере пятого сезона, думаю, не просто так добавили данную сцену. Насчет выгода летнего ивента, это скорее всего середина лета. Так как тесты еще идут и идут. Поэтому ждем. Про лайк с подпиской, надеюсь, не забыли. А я с вами не прощаюсь. Скоро. Увидимся.